Сейчас мы расскажем о том, как создавались некоторые из кадров и какая у них история, предыстория и то, чего вы не знаете. Поэтому с этого момента вы не сможете смотреть на комикс так, как прежде. Пристегнитесь, мы начинаем. Кадр за кадром. Ну вот, этот кадр с выстрелом в голову. Мы, с одной стороны, почитали, что это покажет неадекватную реакцию Оливера, поэтому он такой немножко искаженный, необычный. Да, и тут, опять же, я впервые рисовал такую длинную улицу. Впервые я представил, как будет выглядеть улица, на которой живет Оливер. Поэтому это было непросто, но интересно было. И плюс, наверное, вот такой вот искаженный кадр вдохновлен играми серии игр Runaway, где фаны были тоже такие искаженные, и можно было походить по ним, поиграть во что-то. Мне нравится тем, что он показывает точку зрения Оливера, что она извращена. То есть он не понимает, что это зомби. Или, как мы придумывали, он воспринимает это как часть того мира, в котором он живет. То есть на основе сериалов, фильмов. И для него видеть зомби – это как что-то естественное. И в видеоигре. И поэтому вот такой кадр он создает. Плюс мне нравится, как нарисованы здесь домики. На этой же странице ниже дома. Опять же, представлена улица. И было необычно рисовать. Плюс робота с перспективой была тоже чем-то новым. Было интересно придумывать, как выглядит этот мир. Почему он именно так выглядит. Здесь сломаны дома. Мы учитывали, что все-таки происходит конец света. И должны быть какие-то поломки. Чтобы что-то нам говорило, что с миром что-то не так. И то, что Оливер этого не замечает. И мне особенно нравится здесь дом покусанный. И я всегда задаюсь вопросом слева. Что же это был за конец света, в котором кто-то покусал дома? Кто же это был? Не пропусти следующие концы света. Подписывайся на нас там, где удобно тебе. Все полезные ссылки мы оставили под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!